Дорогие друзья, сегодня рождался звонок, подъехал таксист и сказал вам, вам пакет, пакет, ну я вышел за пакетом, ну что за пакет, вот такой пакет, занесли домой. Наверху написано, не переворачивать коробку, мой телефон, имя Владимир, сейчас я открою, ножницы приготовил. Ой-ой-ой, мне интересно, мне уже интересно. Подожди, тут написано, с днем рождения, Владимир, ага. Какая-то штучка странная. Ну я думаю, наверное, здесь апельсины, лимоны, конфеты. Ну что на день рождения, Давид? Ну, давай посмотрим, что же тебе подарили. Ты что, угадал, что ли? Не знаю. Апельсины, мандарины? Тут что-то зеленое. Да ладно. Да. Ну дай-ка я подойду, посмотрю. Страшно. Ну-ка бери эту руку-то. Ой-ой-ой-ой, да ты чего? Какой-то сверху. Ой. Это мы потом откроем. Какая-то коробка. Там еще, кажется, коробка. Еще одна коробка. Еще одна коробка. Ну это потом тогда. Так, и тут какой-то... Дай-дай-дай-дай, я загляну. Растения. Я, кажется, знаю, что это. Я думаю, что это пальма, может быть. Или, знаешь, что... У нас уже канарская елка есть. Канарская есть, да. Может быть, знаешь, что это такое? Может быть, это дерево, на котором растут фантазии. Кто отгадал? Кто уже знает, что это? На котором растут мечты. Я знаю. Ты об этом мечтал. Я об этом мечтал. И ты это сказал. Когда я такое говорю? В Турции ты сказал. В Турции я много чего говорил. Нет, ты когда проходил одно дерево, ты сказал, что о таком дереве ты мечтал всю свою жизнь. Туда вот присаживайся. Аккуратно. Туда вот садись. Все покажу. Я же ничего скрывать не буду. Поэтому мы очень любопытны. Все твои желания знают. Вова. Я даже уже... Вот так вот иногда, знаешь... Боюсь. Пошутишь, да? Вроде шутка. Да. А тут бах! Пакет. И медведя живого привезли. Не, я медведя не просил. Вова, только аккуратно открывай. Нет, пытаюсь, да. Так. Ой! Вова, это точно, наверное... Ты догадался? Нет. Пока не поймут, что это... Может, что внутри написано? Сверху. А внутри горшок. Какой-то дерево. Вот горшок пустой. Он предмет... Простой. Простой. Листя не пойму, чем пахнут. Не пахнут. Не может быть такого. Ну, так... Может быть, какая-то записка, и мы все узнаем. Но самое интересное... Конечно, вам пакет. Это вызывает любопытство. Это вам пакет. Особенно такого размера. Пакет. Коровка, когда я вытащил коровку, стакси, она была такого размера, я подумал, что внутри прячешься ты. Я думаю, вы сделали шум. Думай смузи, Тома. А, смузи. Смузи, да, дома. Ой, горшочек какой красивый. Красивый. Подними, подними. Вот какой горшок. До сих пор ты не додумался? Нет. Товарищи неизвестные дарители, да, или друзья нашего канала. Только друзья могут подарить. И только, да, знают, что ты хотел. Какие-то мечты у нас есть, оказывается. Я уже знаю, что это. Что? Ну, что, я не буду говорить. Пусть все отгадывают. Кто все? Ну, все друзья канала. Муся, иди сюда. Отгадывай. Может быть, это денежное дерево? С него будут каждый месяц сыпаться деньги на новое путешествие. Да ты что? Помнишь этот, как его, Буратино? Угу, помню. Иди на поле дураков, посади монетку, вырасти дерево. Во, что это? Ребята, спасибо. Если на нем еще будут плоды, о которых мечтает Вова. Какие плоды? Плоды желтые. Ну? Мандарины? Нет. Ну, что-то в чай кладешь каждый день. Коньяк! Коньячные бутылки? Вау! Я слышал, есть такое коньячное дерево. Нет. Бутылочное дерево называется. Нет. Нет? Ну? Неужели лимоны? Вот так вот. А где они? Где лимоны? Лимоны будут, если мы за ним будем хорошо ухаживать. Теперь срочно нам нужна Алиса. Алиса, скажи нам, как ухаживать за лимоновым деревом? Вот что нашла в сети. Лимон чувствителен к количеству влаги. Он любит воду и с трудом переносит даже кратковременные засухи. Возьмите за правило постоянно поливать дерево, не допуская пересыхания грунта. Полезными окажутся и регулярные опрыскивания. Растению необходим избыток солнечного света. Именно поэтому его сложно выращивать в квартирах, где есть недостаток дневного освещения. Это могут быть первые этажи или комнаты с северными окнами. В таких условиях лимон начинает сбрасывать листья и чахнуть. Лимону нужны регулярные подкормки. Дело в том, что ему требуется много сил на цветение и плодоношение. А земля с кашпо быстро теряет питательные вещества. Каждый год растение нужно удобрять. И только тогда растение будет пышным и начнет давать плоды. Питательная землесмесь. Для выращивания лимона подходит подкисленный или нейтральный грунт с рыхлой структурой. Это может быть готовая почва для цитрусовых растений или самодельная смесь. Для этого равных пропорциях смешивается песок, торф, перегной и лиственная земля. Ты запоминаешь, Вова? Да, на первый год земля уже есть. Температурные условия. А температурные самое главное. Спасибо. Температура должна быть как в Турции, как в Абхазии. Вы мой краш. О, спасибо. С тобой общаются буквально все. В общем, мы сейчас разберемся. Может быть, здесь что-то будет написано. И мы тогда добавим к нашему ролику. А пока мы уходим. Но скоро вернемся. Но скоро вернемся. Ой, ребята, спасибо. Спасибо за такой необычный подарок. Вова. Вова, надо же. Любят тебя. Тут есть письмо. Так. Читай с выражением. Мы сейчас все узнаем, что произошло. Потому что мы ничего не понимаем. И что это за дерево. Уважаемые Владимир и Алла. С опозданием. Но мы поздравляем вас, Владимир, с подшедшим днем рождения. Спасибо. Подожди. Давай еще расскажем для наших друзей. Ну, многие опоздали. И ничего страшного. Вспомни, Алла. У нас в семье какая традиция? День рождения. Твое и мое. Мы отмечаем 364 дня в году. Один день выходной. И потом начинаем заново. Читаю дальше. Самое главное тебе желают. Крепкого здоровья. Помните, вы нужны нам, вашим зрителям. Поэтому берегите себя всегда и везде. Отправляем вам небольшие подарки. Это лимонное дерево. Я угадала. В ваших видео про Турцию вы часто упоминали, что хотели бы дома иметь лимонное дерево. Да, много раз. Но я думал, что это невозможно. И срывать с него ароматные лимоны. Мы вдохновились в вашей идее и решили вам подарить такое дерево для дома. Правильно его обрезали для вегетации и бутонизации. А я так думаю, что это обрезано уже. Думаю, не вошло в коробку. Потому что дерево будет расти. И ему потребуется примерно в апреле пересадка в более большой горшок. Выращивайте лимоны дома, как вы мечтали. И будьте здоровы всегда. Масло лаванды. Тут есть масло лаванды. Покажи, где? От болезни и от ста болезней. Покажи, как, Мастер. Оно применяется... Ну, это, наверное, где-то здесь, наверное. А вот селенький мешочек, наверное. Это цветы крымской лаванды. Вот. Это чай. Чай. Масло лаванды – это масло от ста болезней. Оно применяется при простудных заболеваниях. Для спокойствия, здорового сна. Это тебе обязательно нужно. От царапин и ушибов. От головных болей. При переутомлении. При укачивании. Масло натуральное с фермы наших друзей в Крыму. У них собственные поля лаванды. Володя, мы с тобой в Прованс ездили. Сейчас в Прованс тяжело добраться. Да, теперь надо ехать на поля лаванды, раз уж такие друзья есть. И они из нее получают настоящее фермерское лавандовое масло. А ароматные цветки лаванды для чая перед сном с этой же фермы в Крыму. Вот как раз чай из лаванды. А также нам известно, что насколько Алла любит сыр с плесенью. Ого. А я тебе российский сыр положил. Он уже почти появилась, плесень. Как Алла его выискивала на шведском столе в Турции. А этот сыр, он не только с плесенью, но еще с трюфелями. Приятного вам аппетита, Алла. Вот такой вот столяшек. Каламбер. Каламбер, да мой любимый. Спасибо, ребята. Может там будет сейчас написано от кого? Читай дальше. Давай. Ну и конечно подарок для прекрасной Муси. Лакомство, вкусняшки. Вот здесь вот у нее вкусняшки. Так и написано. Для Муси и для Белочки. Ну-ка, дай-ка стой, подожди. Смотри, для Муси и для Белочки. Для Белочки, я так понимаю. Орешки. А я думал пакетики. Нет. А для Муси и орешки. Нет, смотри. Пусть Муси лакомится вкусняшками. А для Белочки и орешки в кормушку. В любимых нами котов будних. Будем ожидать видео, как Белочка кушает грецкие орешки. Это будет так интересно. И завершение семена цветов для вашего прекрасного сада. Алла, весной сажайте. С уважением, ваши приятные друзья и подписчики. Кто-кто? Василий и Татьяна. Василий и Татьяна. Ну, сюрприз. Сюрприз. Удался. Удался. Начиная от того, что мужчина такси сказал, вам пакет. Вам пакет. А, и он еще сказал тебе же, не переворачивайте, ничего не делайте с ним. Несите вот как вот, я вам его вручаю. Нет, самое мое удивление было, когда я увидел пакет. Что это не пакет, а коробка размером салу. Да, да. Ну, а теперь мы будем знать, что это лимонное дерево. Вова, надо будет ухаживать. Ну, а нам придется отчитываться еще. Да, да. Нам придется показывать. Как мы показываем нашу сосну с Канарских островов. Хозяину сосны. Он просит ежемесячно присылать отчеты. С рулеткой меряем длину. Насколько выросли ветки. Ой. Кто-то нам еще. Кто-то еще. Пакет. Дорогие друзья, надеюсь, вы улыбнулись вместе с нами. Огромное спасибо нашим друзьям. Спасибо всем вам. А мы идем рассматривать наши подарочки. А ты телефон бери. У нас такие же друзья, как и мы. Такие же позитивные. Ну, у нас все такие. Мусика, у тебя и у твоей подружки Белочки орешки, а у тебя какой-то мяуч. Муся вообще вредное существо в плане еби. Она то ест что-то, то не ест, то вредничает. Иногда может два дня не есть. Мы ходим, беспокоимся. Думаю, Мусика заболела, что ли. Не, она просто вредничает. Она же женщина. А женщины, они все такие. Муся, это от друзей канала, которые каждый день тебя смотрят. Мусянчик, да. Ну, в общем, если она покушает этот мяуч, мы об этом обязательно расскажем. Да, Муся? А орешки положим в кормушку для Белочки и будем ее ждать. Она приходит, может быть, и каждый день. Мы ее не каждый день видим. Она все же такая нелюбительница давать интервью, там, рассказывать о своей жизни. Это надо ее поймать еще. Да, Мусяка? А Муся передает всем большой привет и всего самого доброго. Я кошка ночная, поэтому ночью у вас, дорогие друзья, должно быть все тип-топ. Мяу. Мяу.